Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьёва, и сегодня со своим особым мнением редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Тема, которая с самого начала недели так или иначе циркулирует и в интернете, и в новостях, это история про Дениса Карагодина изначально, который в Томске выяснил, кто и как арестовывал и расстреливал его прадеда, а потом было письмо вот от этой девушки, которая признала, что её родственник тоже был в НКВД, а затем так называемая википедия палачей, мемориал выложил эти данные, значит, в справочниках о чекистах эпохи Большого террора. Почему это так важно? Почему все так уцепились за это? Ну, вы знаете, мне кажется, что мы живём в каком-то, в какой-то очередной переломный момент, в ходе которого российская история делает какой-то поворот или, может быть, круг, и также, как общественная дискуссия посвящена вопросу памятнику Ивану Грозному или памятнику Владимира, или вообще осмыслению нашего недавнего и уже более далёкого прошлого, также в эти дискуссии очень мощно вклинивается вопрос о вот этом Большом терроре, о его смысле, о его значении для нашего общества, и сейчас мы отчётливо понимаем, что 25 лет назад этот вопрос не был не то чтобы закрыт, а даже толком не был поставлен, потому что всем казалось, что в 91-м году мы попали в какую-то новую страну, в которой до этого момента никогда не были, люди получили свободу, другие люди сильно пострадали из-за того, что социальный порядок был разрушен, и, короче говоря, было совершенно не до выяснения вопросов о том, кто кого расстреливал 50 лет до этого момента. И мне кажется, что мы сейчас возвращаемся снова, совершив этот круг к концу 80-х, к началу 90-х годов, мы снова ставим этот вопрос, и видно, как этот вопрос ставится уже не то чтобы какими-то средствами массовой информации, которые это пытаются продать как сенсацию, я с уважением отношусь к тому, что «Огонёк» тогда делал другие издания, но для них это в конечном итоге ещё был способ работы, вот мы рассказываем вам правду, пожалуйста, оформляйте подписку. Вполне нормальная логика для СМИ. Сейчас мы видим, как интерес, он не инициирован сверху, а дискуссия о сталинизме, она, в общем, прорастает через какие-то частные инициативы. Причём частные инициативы не всегда гуманистические, иногда, наоборот, человеконенавистнические, потому что кто-то расследует убийство своего прадеда, а кто-то параллельно ставит бюст Сталину. И в обоих случаях это не какой-то государственный орган, который постановил вот таким образом поступить. И мне кажется, что в целом это всё-таки скорее свидетельство того, что российское общество не переехало на кладбище окончательно. То есть тот факт, что нас это задевает, нас это тревожит, и у всех есть абсолютно какое-то мнение по этому поводу, это означает, что мы живы в каком-то смысле слова, вот наша общественная жизнь жива. И второй момент, который мне очень нравится, я уже начал про него говорить, это то, что вот в случае с Карагодиным очень характерно, что это не государственное начинание. То есть государство по-прежнему считает архивы делом секретным, важным, и там есть какие-то тайны вот этой структуры, которая в течение советских времён существовала и которая дожила до сегодняшнего дня в виде ФСБ и отмечает свой профессиональный праздник, странный, конечно, с учётом всего того, что мы знаем про чекистов. И вот есть отдельные частные инициативы, я бы сравнил, вот у меня, скажем, есть знакомые, которые занимаются захоронением советских солдат, погибших во время Ржевской битвы. Вот похожая ситуация, государство формально провело все парады и поставило несколько обелисков, но в лесах в Тверской области незахороненными остаются там тысячи, десятки тысяч солдат. И есть какая-то частная инициатива, зачастую люди с очень странными политическими взглядами этими занимаются и очень такими ультраконсервативными зачастую, но в целом это очень такая хорошая гражданская практика. То есть мне кажется, что вот это вот исследование, исследование прошлого и установление исторической правды и как бы завершение какой-то, закрытие какой-то истории, потому что установить, конечно, палачи, это, ну, закрыть историю, означает, понятно, что добиться ещё там их осуждения, каким-то так или иначе нужно, но в целом история здесь может быть закрыта. Мне кажется, что это очень хорошая такая вот гражданская низовая инициатива. Кирилл, а вы всех своих родственников знаете, прадедов, отношения? Я больше, я знаю вроде бы всех своих родственников, но больше так получилось, что я больше знаю родственников по материнской линии в силу просто обстоятельств в семье, в которой я воспитывался. И они, среди них, насколько мне известно, нету напрямую, вот именно в моих прямых предках, нету репрессированных, в смысле расстрелянных, но есть люди, которые были насильственно коллективизированы и выселены в какие-то вот более отдалённые области страны. Мой прадед, он родился, он был таким приволжским крестьянином, и, кстати, очень всегда высоко оценил, я с ним был знаком, у нас так принято было в семье в 20 лет заводить детей. Я мог со своим прадедом беседовать, он мне говорил, что с его точки зрения самое счастливое время это НЭП, когда, ну, то есть, ему он, правда, с дореволюционным временем не может сравнивать, но вот НЭП, с его точки зрения, это был какой-то момент, когда работающие люди могли себе заработать на жизнь, на мельницу, вообще на... И чем больше ты работаешь, тем... Да, и чем больше ты работаешь, то это была какая-то честная система, и вот она в конце 20-х годов была стремительно свёрнута, и они жили в Поволжье, и их отправили из Поволжья в Западную Сибирь, это, в общем, ну, в итоге, мне кажется, что это тоже, в общем, не самое страшное место на планете, но они туда добровольно не уезжали. Моя семья, вот она сибирская, и, ну, по сути, это ссыльные крестьяне. А вот эта история, когда одни люди пытаются с ужасом найти своих родственников в этой Википедии палачей, другие выясняют, кто убил их родственников, она скорее ведёт к примирению или к розне? Мне кажется, здесь довольно трудно, когда тебе предъявляют конкретные факты, что вот был крестьянин, который никого не убил, ничего плохого в своей жизни не сделал, его даже нельзя обвинить в том, что он был там большевиком, что он принадлежал к номенклатуре и пострадал во время той ситуации, когда большевики там друг друга уничтожали в 1937 году, то есть ему нельзя предъявить никакого обвинения. Эта ситуация, мне кажется, она морально достаточно чиста, прозрачна, и она, конечно, ну, мне кажется, ей некуда больше вести, то есть любой, как мне кажется, разумный человек, исследовав то, чем занимается Денис Карагодин, скажет, что, ну, да, если выяснится, что среди палачей вот этого человека в 1938 году были мои родственники, ну, ну что, ну, я радоваться не буду, и самое главное, что я защищать их право расстреливать, кого бы то ни было, тоже не стану. Я не понимаю, какая здесь может быть другая моральная позиция, потому что одно дело, когда люди говорят о целесообразности сталинских репрессий вообще, о том, что у нас вообще было великое государство, о том, что он вообще оставил Россию с ядерной бомбой, и все эти вещи вообще, они, ну, как вот Сталину приписывают эту фразу про то, что там миллион расстрельных, это статистика, а здесь вам предъявляют реальную трагедию, и если эта реальная трагедия вдруг имеет пересечение с биографией вашей семьи, ну, в общем, вам как-то, мне кажется, что вне зависимости от наших политических взглядов, здесь, что называется, хочется снять главный убор в этот момент, из как бы соображения того, что, ну, все-таки, наверное, да, наверное, конкретного человека не стоило убивать, потому что он ни в чем не виноват. А те, кто требует извиняться, вот если у вас был родственник ВНКВД, вы обязаны извиниться? Я эту позицию до конца не понимаю и не совсем нахожу ее честной, и, ну, то есть, мне кажется, что заявлять, что морально правильно извиниться мы можем, ну, кто-то может, да, а требовать, наверное, вообще моральные категории, это не те вещи, не то пространство, где можно применять язык требований, язык ультиматума. Ну, к сожалению, время требует от нас, чтобы мы прервались на несколько минут. Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева, Кирилл Мартынов здесь, в этой студии. От времен тех, перейдем во времена эти, на этой неделе Европарламент, что-то у нас в новостях просто постоянно. Ну, вот начнем с последних новостей, это его требование освободить Эльдара Дадина. Какое право имеют депутаты Европарламента требовать от властей России немедленно освободить осужденного судом Российской Федерации? Нет, ну, это же требование не носит силы юридического документа, в смысле приказа, да? То есть нету Европарламенту некуда направить этот документ для того, чтобы он начался выполняться, например, в СИН. Это, наверное, депутат Евгений Федоров бы нашел в этом жести Европарламента еще одно доказательство колониального статуса Российской Федерации. Наверняка это какие-нибудь американские кураторы приказали вот так обойтись с российской судебной системой. Мне кажется, случай с Дадиным, когда он вышел на такой европейский мировой уровень, он будет иметь довольно большие проблемы, большие последствия для Российской Федерации. Ну, в очередной раз, конечно, здесь, наверное, уже в отношении российской правоохранительной системы никаких вопросов ни у кого не осталось, но случай с Дадиным, он предельно чистый. То есть мы можем по-разному оценивать личность самого Дадина, его там поведение, его какие-то взгляды и так далее, но совершенно очевидно, что до тех пор, пока Российская Конституция действует, Дадина невозможно осудить в рамках Российской Конституции. Ну, потому что у нас свобода собрания зафиксирована, единственное, что нарушил Дадин, это вот он как бы неправильно собирался. Вот, и одно дело, когда активисты... В Конституции не сказано, как собираться. Ну, в том-то и дело, да, что в Конституции декларируется свобода собрания, при этом у нас есть первый уголовный заключенный, сидящий в реальной тюрьме, за то, что он вот неправильно с точки зрения каких-то там законов низшего порядка по сравнению с Конституцией собирался. И одно дело, когда людей наказывают за административными штрафами или даже административным арестом за нарушение этих порядков, порядка митинга, а другое дело, когда это считается уголовным преступлением. То есть совершенно... Вот много мы сейчас говорили... То есть тема Дадина опять вышла в публичное пространство из-за этой истории о том, что его там пытают. На самом деле, вот, мне кажется, что мы должны одновременно говорить о недопустимости пыток и одновременно должны говорить о том, что само заключение Дадина под стражу, сам его тюремный срок, это, в общем, совершенно немыслимая, нелегитимная вещь, потому что нельзя... Ну, всем очевидно, что если вы хоть сколько-нибудь верите в законодательство Российской Федерации, вы не можете сажать человека в тюрьму за то, что он стоял на улице с плакатом. Вы просто депутат Европарламента какой-то. Ну, опять же, у нас получается такой заочный спор нашего внутреннего депутата Европарламента с депутатом Евгением Федоровым из Госдумы. И, конечно, Евгений Федоров, он, как честный в каком-то смысле слова человек, он должен здесь был сказать, что, конечно, российская конституция была написана этими западными кукловодами, и поэтому там постулированы такие немыслимые для российского миропонимания вещи, как свобода собраний. Но, честно говоря, мы сначала должны тогда просто совсем выкинуть в помойное ведро основной закон государства, просто без всяких оговорок. И после этого мы можем сказать, тогда давайте держать Дадина дальше в тюрьме. То есть мне кажется, что просто, вот, скажем, у нас есть какой-то там орган под названием Конституционный суд, именно он должен оспаривать тюремное заключение Дадина. Смотрите, в Европарламенте также заявляют, что считают необходимым введение точечных санкций для наказания виновных незаконных действий в отношении Дадина. А вот эти точечные санкции, они вообще как-то помогают? То есть другие люди, которые находятся на тех же должностях или в такой же ситуации, они будут как-то на это коситься и обращать внимание? Или у нас, у патриотов, быть под санкциями гордо? Ну, мне кажется, тут перед патриотом встает сложная дилемма, такая в стиле вопроса о том, какое поведение является наиболее рациональным. То есть делать ли целиком ставку на то, что нынешний российский политический режим будет существовать всегда и связывать свое будущее, своих детей, свои активы с существованием этого политического режима. Или пытаться диверсифицировать активы и пару детей все-таки вывезти в Евросоюз, купить им там какой-нибудь домик и так далее. Ну, конечно, у всех свои возможности на разном уровне. И думаю, что мы видели, как для российских публичных лиц, не обязательно для чиновников, для некоторых, например, телеведущих, санкции становились, конечно, огромным таким экзистенциальным испытанием. То есть видно было прямо, как их разрывает в прямом эфире, как они говорят, чтобы мы всегда отдыхали в Норвегии, мы хотим продолжать этим делать, и мы не понимаем, почему эти вот толерантные европейцы так нас обижают. Я думаю, что с учетом того, что хранить все в России никому не кажется разумным, если вам есть что хранить, мне кажется, что санкции – это серьезный инструмент давления на тех людей, которые нарушают российскую конституцию. Другой вопрос, что это довольно странно, сама такая конструкция, что там кто-то должен извне принуждать Россию соблюдать свою собственную конституцию, в то время как в России никто не может этого сделать. Да, вот, собственно, именно об этом я говорю, что это вообще странно в целом, но Европарламент, он же на этой неделе не только по поводу Дадин высказался, он же еще и резолюцию принял по противодействию враждебной Евросоюзу пропаганде России. Это очень тоже спорный документ вышел. Фактически там никому ничего не ограничивают, и раз что да, и спутник, никто не пострадает, но вот они сравнивают эту пропаганду чуть ли не с, точнее, борьбу с пропагандой, с борьбой с ИГИЛом спрещенным. Вот насколько, почему вообще Европарламент так сильно интересует российская пропаганда? И неужели это европейские ценности о свободе слова в этот раз как-то дали сбой? Видите, Европа ждет тяжелый год политический, причем год начинается еще в этом календарном году, 4 декабря состоится референдум в Италии, в зависимости от итогов которого, там вопрос стоит о том, нужна ли нынешнему такому проевросоюзовскому правительству конституционная реформа, которая дала бы им возможность проводить экономические реформы, в свою очередь. Есть большие шансы, что сейчас этот итальянский референдум будет еврооптимистами проигран, провален, но, по крайней мере, шансов на это чуть больше. И это означает, что это еще один толчок к кризису Евросоюза, и в следующем году состоятся выборы сначала во Франции, потом в Германии, и на обоих этих выборах есть большая-большая-большая вероятность. Собственно говоря, я совершенно понимаю, почему европейцы беспокоятся. Меня скорее, я скорее нахожу странным их нерешительность, потому что, конечно, они, с одной стороны, вроде как из соображения свободы слова не могут что-то запрещать, отзывать какие-то лицензии и так далее. Это вполне понятно, почему они так сомневаются в этом вопросе. Но, с другой стороны, если они всерьез верят, что российские деньги, российские медиа могут вмешаться в исход выборов во Франции и в Германии, то обеспокоенность, конечно, здесь совершенно ясна. Во Франции, как мы понимаем, интрига в том, что, собственно говоря, выиграют ли республиканцы, которые теперь тоже, в общем, достаточно пророссийски настроены с их своим новым кандидатом, либо Лепен наберет больше, чем ей обещают. В Германии ситуация менее критическая, но достаточно тревожная, потому что там альтернативы для Германии в августе обещают набрать гораздо больше, чем на всех предыдущих выборах. То есть получается, что борьба с иностранными агентами происходит везде? Ну вот мне кажется, что европейцы, они же ведь не борются до сих пор с иностранными агентами, по крайней мере, у них нет такого законодательства, они до сих пор пока никого не запретили. Но, конечно, когда ты садишься с каким-то человеком играть в шашки, а он в это время, не знаю, оказывается, что ты играешь с ним в наперстки, ты довольно долгое время пытаешься понять, что вообще происходит, и как можно с этим человеком вести какие-то дела, он никуда не уходит, он по-прежнему на твоих границах находится рядом с тобой. И я думаю, что пока вот эти все резолюции, это результат такого некого остолбенения. Ну то есть сколько можно вот этого чудовищного хамства, которое себе Россия во внешней политике может позволять, и за это ей все сходит с рук, потому что она большая ядерная держава, которая может бить посуду в этой хрустальной лавке. Ну то есть все санкции, которые до этого были приняты в отношении России, это не действие, это так. Ну, эти санкции приводят к парадоксальному эффекту. С одной стороны, они бьют по элитам и бьют по экономическим интересам России, с другой стороны, их наши опытные операторы уже внутри страны, они используют для того, чтобы дополнительно консолидировать людей на борьбу с воображаемыми европейскими ценностями. Консолидируемся в этом эфире с Кириллом Мартыновым. Продолжается программа «Особое мнение», редактор отдела политики «Новая газета». Кирилл Мартынов здесь у нас в студии. Хочу спросить про отношения России, точнее Крыма и Украины, потому что в Севастополе опять задержали шпиона, до этого задержали наших, до этого задержали еще каких-то шпионов. Что за шпильки начались вдруг? Или это просто у нас такая горячая фаза перешла вот в такие взаимоотношения? Ну, вы знаете, я об этом уже несколько раз говорил. Мне кажется, что здесь вот действия России в 2014 году, они создали некие такие объективные, институциональные условия для того, чтобы на границе, на крымской границе в частности, была создана, возникла некоторая серая зона, где, в общем, такие, некоторые есть двусмысленные. С точки зрения международного права происходит одно, то есть с точки зрения международного права граница, граница Крыма и Украины, это административная просто граница, не более того. С точки зрения российских представлений о жизни, это государственная граница Российской Федерации. И плюс к тому, и внутри Украины, и внутри России есть большое количество людей, которые хотят повоевать, побряцать оружием, прославиться, заработать денег. В общем, это такая территория, куда просто объективно стекаются все те, кто хочет как-то выделиться из этого общего ряда. Донбасс это известно, это место, где процветает контрабанда торговли оружием и все возможные черные и серые бизнесы. Но вот Крым, он формально, находясь с точки зрения Российской Федерации под юрисдикцией Российской Федерации, он, в общем, является примерно тем же самым. И вот эта история про двух военнослужащих, которые хотели получить справку о том, что у них есть высшее образование, а в результате оказались задержанными на украинской стороне, она очень показательна. А перед этим, на самом деле, это все, в течение всех двух с половиной лет это все длится, потому что вот люди, которые въезжали с крымскими номерами на территорию Украины на автомобилях, у них тоже были какие-то проблемы. Вот, есть, скажем, мой друг Павел Казарин, бывший российский журналист, который крымчанин и который сейчас работает в Киеве. И вот он, насколько я понимаю, рассказывает про то, что, в общем, перемещение между Крымом и Украиной для многих является проблемой. Хотя формально препятствий нет, но, в общем, чем это закончится на практике, никто не знает. — Ну, согласитесь, что Украина нечестно поступила с этими двумя ребятами, заманив их фактически, а дальше все, вы дезертируй, вы предатели и так далее. — Ну, я не знаю, какая здесь была схема и на каком уровне принималось решение, но, то есть, наверное, это было сделано нечестно. Вообще, в этой истории хоть что-то честное было, вот, с самого начала. Что было честного в истории с Крымом с 2014 года? — С обеих сторон, конечно, да. Ну, с обеих сторон, но в результате моральную ответственность все-таки Россия несет, потому что она получила то, что она хотела, и несет за это моральную ответственность. Так что я совершенно не думаю, что, то есть, например, вот эта история, когда какие-то непонятные люди оставили Крым без света, это было еще менее честно, потому что, ну, действительно, в Крыму разные люди живут. Вот зачем же их всех оставлять без света, потому что у вас такие политические убеждения, вы не согласны с политикой России. Поэтому это не в первый раз, и, повторюсь, когда вы вмешиваетесь в нормальный ход вещей, нарушаете международное право, то вы получаете пространство, в котором возможно всякое. И я бы даже сказал, что, по большому счету, пока, ну, пока все еще идет не так плохо, как, в принципе, могло бы пойти с самого начала, потому что и в Украине, и в России есть большое количество людей, которые хотят обострять. — А еще одна история, которая тоже в новости постоянно попадает. Понятно, почему это расследование в суде уже теперь рассматривает дело об убийстве Бориса Немцова. И вот буквально накануне, насколько я понимаю, один из обвиняемых внезапно начал называть имена в суде, то есть, например, фамилию Золотова или еще кого-то. Это что значит? Говорят, что вот эти обвиняемые, они сначала даже не понимали, что они делали что-то плохое, и только потом осознали, что их могут за это посадить. И вот тут такие имена. Не страшно ли обвиняемых? Что вообще происходит там вокруг этих обвиняемых, вокруг Золотова и Делимханова? Это фамилии, которые называют как раз один из обвиняемых. Нет, ну, здесь очевидно, что человек, находящийся в таком стрессе, в такой экстремальной ситуации, находящийся теперь на скамье подсудимых, он, ну, как-то пересматривает свои представления о жизни и пытается найти для себя из ситуации какой-то рациональный выход. Вот что я должен делать, если я попал в такую ситуацию, насколько я сознательно в нее попадал, действительно, это вопрос открытый. Насколько я понимал, что именно я делаю, насколько я понимал, что это там заказное убийство, а не, не знаю, не выполнение государственной миссии и так далее. И я думаю, что там в целом, в ситуации, если бы у нас было бы более-менее свободное общество и был бы институт, например, парламентского расследования, для которого, на самом деле, для инициации которого было нужно, чтобы демократы проходили в состав Думы в каком-то количестве, это, скорее всего, было бы достаточно, если была бы фракция хотя бы минимальная, то этого было бы достаточно, чтобы институт парламентского расследования существовал у нас снова. Так же, как в случае с Бесланом, например, было. То тогда мы могли бы, наверное, чуть больше узнать о том, что происходит с обвиняемыми на самом деле. А пока это просто в таком полузакрытом российском суде и в полузакрытом российском обществе пока, что называется, мнение одного человека. И мы вот разводим руками и пытаемся гадать, а почему он начал эти имена называть. То есть некому расследовать, на мой взгляд. То есть нет того инструмента, который, в принципе, может здесь установить какую-то истину. Ну, а я нашим слушателям отмечу для них, что фамилии Золотов и Делимханов были названы в свете увольнения из как раз, значит, невооруженных, как внутренних войск, да, одного из обвиняемых. И можете почитать, кстати говоря, на сайте «Новой газеты» большой материал по этому поводу. Еще одна история, которая тоже продолжает развиваться, это история с подростками в Псковской области. И вот о чем я хочу спросить. С самого начала, вот буквально с первого дня, как это произошло, очень много людей писало, что они не верят в самоубийство подростков. Несмотря на то, что подростки стреляли, прощались и так далее, все равно вот такое изначально рефлекторное недоверие к тому, что говорят правоохранительные органы. Это всегда так будет? Почему так? Нет, ну, если государство намеренно много лет работает на собственную делегитимацию, то есть у него, наверное, нет такой цели, но все вокруг этого выстраивается. Если на низком уровне человек, который видит постового, он старается пройти мимо него так, чтобы постовой его не заметил, потому что постовой – это потенциально источник опасности. Если все понимают, что в российском суде не выносятся справедливые приговоры, и российские средства массовой информации не в состоянии давать какую-то объективную картину реальности, ну и так далее, дальше мы перечисляем. И если, например, вместо российского государства в случае, не знаю, какой-то культурной борьбы, там на какие-то выставки врываются добровольные помощники государства, то мы понимаем, что, конечно, государству на всякий случай лучше не доверять. То есть это абсолютно рациональное поведение людей, которые говорят, ну вот там полиция договорилась, Росгвардия с кем-то еще договорилась, мы предполагаем, мы знаем, как это бывает, почему мы должны вообще в принципе здесь кому бы то ни было верить. Вот я написал в последней колонке для газет, что государство не может арестовать своего министра без согласия гражданского общества. И получил несколько таких комментариев от разных представителей нашей консервативной общественности, что ха-ха, посмотрите, как глупо эта фраза звучит. Но в этом же есть определенный совершенно конкретный резон. Если государство само себя начинает так пожирать с головы, то ему хоть кто-то должен доверять в этот момент. Государство само с собой борется. Одна часть государства атакует другую часть государства. То есть, что общество должно доверять либо одной части, либо другой части. Ну да, общество должно хоть кому-то в этой ситуации доверять, ну и вообще-то доверять суду, следствию и так далее. И вот в случае с Никитой Белых это работало так, что просто показали его лицо в ресторане. И как-то все это, не то чтобы все вопросы были после этого сняты, но все хотя бы понимали, о чем идет речь. И здесь вот люди тоже требовали, ну раз мы вам не доверяем, ну покажите хотя бы, какие у вас доказательства есть. Доверять мы от этого вам не станем, но хотя бы убедимся, что вы с чем-то, с какими-то фактами работаете. И в случае с подростками то же самое. То есть это такая, мне кажется, общая большая такая, ну можно сказать, философская проблема делегитимации российской государственности в интересах каких-то отдельных лиц, которые, находясь на государственной службе, на разных уровнях решают свои частные проблемы. А вам не кажется, что общество начинает больше доверять государству? Вопросы, когда арестовываются губернаторы, министры, Сердюков, ну в смысле Васильева Сердюков вот это дело и так далее. Да, я тоже, кстати говоря, я слышал вот люди, которые политикой профессионально не занимаются, они слышали, они сказали, вот мы министра арестовали в день ареста, ну в день задержания точнее. Они вот наконец-то, кажется, начали бороться с коррупцией, потому что всё-таки это министр, и как-то вот раньше не боролись с коррупцией, а с этого момента вот уже ясно, что ситуация поменялась. Ну да, то есть если, то есть все же по дефолту все знают, что каждый чиновник, он, в общем-то, наверняка что-то украл. И все говорят, ну господи, ну конечно, мы всегда знали, что раз чиновник, значит, как-то работал на себя, всё в дом. Вот, и это очень серьёзная проблема, это, собственно говоря, проблема того, что из этой ситуации нет выхода. Это проблема государства? Ну это проблема наша, ну то есть как бы как, государство для государства, это и проблема, и какой-то набор там возможностей, и такой цинизм, да, это возможность делать то, что ты хочешь, для государства в том числе, а для нас это, конечно, проблема, потому что мы живём в обществе, где наши права тотально не защищены, в том числе потому, что никто не верит в то, что государство может сделать хоть что-то хорошее. Буквально полторы минуты до конца в тоже новой газете читала про войну двух башен, кажется, так называется, публикация, как раз в отношении Уликаева, и то, что, оказывается, это всё тоже самое дело, и это всё тоже самое связано с этими арестами, значит, искашников, эти, значит, силовые блоки, эта разборка дизайнера или ещё там кого-то и так далее. Как так получается? Министр и вот эта история. Неужели это и правда можно как-то связать? Вы знаете, я думаю, что, я так мягко скажу, я думаю, что ситуация ждёт своего часа, когда какой-то компетентный историк, имеющий доступ, способный взять интервью у участников событий, он опишет, как в реальности работала путинская система. Я думаю, что вот сейчас это невозможно, но там через 10, когда-то, в общем, в будущем, нам расскажут, как всё это работало, и у меня есть подозрение, что мы узнаем очень много нового о связях отдельных фрагментов государства с некоторыми бизнесами, с теми, какие порядки были установлены в этих отношениях. Это всё очень-очень любопытно с точки зрения будущих историков. Это правда. Что же, будем ждать. Спасибо большое, редактор радиополитики «Новая газета» Кирилл Мартынов в особом мнении. Продолжение следует...